Hello, dear friends! How are you? How are you doing? Do you know where my car keys are? Очень интересно! Устраивайся поудобнее и поехали! Друзья, приветствую вас на очередном свежем занятии нашего курса «Английский по диалогам по методике АСИМИ». Кто впервые на моем занятии, я хотел бы представиться. Меня зовут Дмитрий, я полиглот, твой преподаватель английского языка, лингвокоуч и страстный увлеченный путешественник. Я автор методики лингвокоучинга «Изучение языков интересно, легко и с удовольствием». Если тебе интересно изучать вместе с нами языки, в частности, английский, интересно, легко и быстро, и открыть новый мир с нами, тогда подписывайся на мой канал, сделай красную кнопку серой, не забудь поставить нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну и, конечно, лайк, если тебе нравится изучать английский язык. Итак, занятие номер 24. Давайте по традиции начнем с предыдущего диалога и проверим, насколько хорошо вы его освоили. Поехали! В следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Отлично. Здесь мы познакомились с женой Саймона Кейти. Если ты не все понял, пожалуйста, вернись к этому диалогу, к номеру 23, и еще несколько раз проработай. А сейчас будем слушать новый диалог, где Саймон пытается найти ключи от своей машины. Поехали. Отлично. Сейчас мы с вами узнаем, что случилось с ключами Саймона и где они все-таки находятся. И разберем наш диалог по фразам. Итак, диалог называется never. Never. Никогда. Кейси, где ключи от машины? По-русски, видите, ключи от машины я написал, мы говорим так, а по-английски будет где есть определенный артикль, потому что конкретные ключи, потом машина и ключи. Ключи. Это нормально в английском языке соединять что-то и потом обладатель или принадлежность чего-то и вещь. Where are the car keys? Где дословно машинные ключи? Кейти, где есть машинные ключи? Перевожу вам дословно, чтобы вы понимали структуру, логику, как строятся английские предложения. I don't know. I don't know. Я не знаю. Dear. Дорогой. Дорогая. I don't know, dear. Я не знаю. Дорогая. Are they in your coat pocket? Есть они в твоем... Видите, то же самое. В кармане чего? Пальто. Мы ставим сначала пальто, а потом карман. Are they in your coat pocket? Есть они в твоем пальто-кармане? В кармане пальто. Of course not. Конечно нет. Of course not. I never put them in my coat. I never put them in my coat. Я никогда кладу их в мое пальто. Вы видите, что здесь в английском языке одно отрицание. Сразу забегая вперед, скажу вам, что в английском языке в предложении может быть только одно отрицание. Видите, по-русски я никогда не кладу. У нас два отрицательных элемента. Никогда и не. В английском может быть только одно отрицание. В данном случае это слово never. И тогда мы глагол не отрицаем. I never put them in my coat. In that case, в таком случае, what are these? Что это? Дословно в этом случае, что есть эти? These переводится дословно эти. Что есть эти? Но по-русски это не звучит. Я перевожу вам литературно. Поэтому что есть они? В таком случае, что это? What are these? Эти? Кейти показывает на ключи, которые рядом с ней находятся. Those are the car keys. Это, а дословно those, те, они находятся дальше от Саймона. Те ключи от машины. Those are есть. Три точки, потому что он задумался. The car keys. Ключи от машины. I are. Это вот это междометие. I sometimes put them. Я иногда кладу them, их, there, туда. I are sometimes put them, there. Окей, хорошо. Давайте поработаем над произношением. И громко вслух, как всегда, повторяем фразу вслед за диктором. 24th lesson. Never? Громко вслух. Never. Kathy, where are the car keys? I don't know, dear. Are they in your coat pocket? Of course not. I never put them in my coat. In that case, what are these? Those are the car keys. I sometimes put them there. Отлично. Потренировали произношение. Теперь давайте по комментариям, по диалогу. Итак, я уже вам сказал, возможно, вы уже знаете, что в английском языке предложение может быть одновременно только одно отрицание. Вот несколько вам еще примеров. Пример с диалогом. I never put them in my coat. Пример из диалога. Я никогда не кладу их в пальто. Видите, в русском. Никогда. Не. В английском у нас только I never. Глагол мы не отрицаем. И второй вариант. Я не хочу ничего делать. I don't want. Я не хочу. I don't want to do anything. Вы знаете, наверное, есть у нас слово nothing, ничего, anything, что-то, любое, что. Мы не можем сказать I don't want to do nothing. Это будет ошибкой, хотя вас все поймут. Правильно сказать I don't want to do anything. Я не хочу ничего делать. Запомните. В английском предложении только одно отрицание. Итак, указательные слова. Есть две партии слов, скажем так, две группы. This, this, это в единственном случае, либо эти, это относительно к предметам, которые находятся ближе к говорящему. Обратите сразу же на произношение. Вы видите, здесь я написал вам, да? This, d-d-d. Во-первых, это щепелявый звук. Надо язычок прислонить к нижним зубам. This, this. I произносится кратко. Звук I. This. И these, да? These, these, эти. И that, those. Тут тоже у нас звук, d-d-d, щепелявый. That, those. То, либо те, когда речь идет о предметах дальше от говорящего. Давайте посмотрим с вами на примерах. Например. This table is wooden. Этот стол деревянный. То есть, стол находится рядом со мной, рядом с говорящим. Я говорю, этот стол. This table. Дальше. These books belong to me. Эти книги belong to me. Хороший глагол. Если не знаете, сразу же запишите себе. Принадлежат мне. Эти книги принадлежат кому? Мне. Тут обязательно предлог to должен быть. Belong to me. Эти книги принадлежат мне. Они находятся рядом со мной, возможно, на столе. Дальше. I don't like this piece of cake. Мне не нравится этот кусок торта. Он стоит рядом со мной. Give me that one, please. Дай мне тот один, пожалуйста. That one. Можно сказать that piece of cake. Тот кусочек. Но чтобы не повторять заново кусочек пирога, мы просто используем one. Give me that one, please. Дай мне тот один, пожалуйста. Соответственно, тот другой кусочек находится дальше от говорящего. И во множественном число форма those. Those ships are too far. I can't see their names. Те корабли слишком далеко. Те корабли находятся или есть слишком далеко. Вдали от меня, от говорящего. I can't see their names. Я не вижу или я не вижу, не могу видеть их название. На самом деле, нетрудно. Единственное, что... Запомните. These. These. Это ближе. Это эти ближе ко мне говорящему. И, соответственно, that, those. Эти предметы находятся дальше от меня. Ну и произношение первой группы указательных местомений. This. These. Окей? Не забудьте это потренировать. Итак, хорошо. Сейчас давайте с вами поработаем с нашими словами. Я создал, как всегда, для вас картотеку слов в Физлите. По ссылке под этим видео вы всегда можете добавить эту папку, этот модуль к себе. И, как вы заметили, в последних занятиях я делаю двойные папки. То есть, вот модуль. И сейчас там будут наши слова двух диалогов. 24 и следующего. Для удобства. Иначе пока получается у нас немного слов на каждом диалоге. Будет модуль коротенький. А для повторения удобно, чтобы они были, ну, где-то, скажем так, 25, 30, 50 слов. Итак, поехали. Давайте сейчас потренируем слова новые с английского на русский. Never. Никогда. Кейси, where are the car keys? Кэти, где ключи от машины? I don't know, dear. Я не знаю, дорогая. Или я не знаю, дорогой. Are they in your coat pocket? Они у тебя в кармане пальто? Of course not. Конечно нет. I never put them in my coat. Я никогда не кладу их в пальто. In that case, what are these? В таком случае, что это? Those are the car keys. Это ключи от машины. I sometimes put them there. Я иногда кладу их туда. I don't want to do anything. Я не хочу ничего делать. This table is wooden. Этот стол деревян. These books belong to me. Эти книги принадлежат мне. I don't like this piece of cake. Give me that one, please. Мне не нравится этот кусок торта. Дай мне тот, пожалуйста. Those ships are too far. Те корабли слишком далеко. Окей. И сейчас с русского на английский. Пытайтесь вспомнить и ответить до меня. Никогда. Never. Кэти, где ключи от машины? Кэти, where are the car keys? Я не знаю. Дорогой. Но в данном случае в диалоге дорогой. I don't know, dear. Они у тебя в кармане пальто? Are they in your coat pocket? Конечно, нет. Of course not. Я никогда не кладу их в пальто. I never put them in my coat. В таком случае, что это? In that case, what are these? Это ключи от машины. Those are the car keys. Иногда кладу их туда. Or sometimes put them there. Я не хочу ничего делать. I don't want to do anything. Этот стол деревянный. Эти книги принадлежат мне. Эти книги принадлежат мне. These books belong to me. Мне не нравится этот кусок торта. Дай мне тот, пожалуйста. I don't like this piece of cake. Give me that one, please. Те корабли слишком далеко. Those ships are too far. Это уже следующий диалог. Друзья, возвращаюсь к нашим слайдам. Проработали мы с вами слова. Как вам сегодняшнее занятие? Если вы получили пользу, тогда отметьте пользу от этого занятия лайком прямо сейчас к этому видео. Сегодня мы с вами... Что мы с вами сделали? Конечно, мы с вами послушали диалог, где Саймон потерял ключи, и он ищет, спрашивает у Кэти, у своей жены, где находятся его ключи. И, конечно, жена помогает их найти. Дальше. Мы с вами узнали, что в предложении может быть в английском только одно отрицание, не больше, только одно отрицание в английском предложении. Проработали указательные слова. This, this, that, those. Теперь вы знаете, как их использовать на примере. Еще раз на экране я показываю вам примеры. Отлично. Суперсоветы вы знаете. Кто смотрит меня регулярно, вы знаете, что самое главное в языке это регулярность и повторение. Поэтому я вам советую новое занятие прорабатывать несколько раз. Желательно один раз в течение следующих нескольких дней. И, кстати, повторение. Рекомендую вам, кто с нами с самого начала, повторять предыдущее занятие. Пока вы не почувствуете, что действительно вы их используете, спокойно вы все знаете, вы можете все воспроизводить без проблем. И сейчас небольшое домашнее задание прямо сейчас. Напиши в комментариях под видео четыре предложения с указательными словами. Любых четыре предложения с каждым из этих указательных слов. Прямо сейчас ставь на паузу и пиши. Отлично. Здорово. Я надеюсь, ты справился с небольшим домашним заданием, и я с удовольствием прочту твои предложения. Ну, а мы с вами будем подходить. Мы подходим к концу нашего занятия. И если кто-то из вас еще не знает, каждое воскресенье я провожу прямой эфир, где я приглашаю гостя, клиента, у которого есть какие-то трудности в изучении иностранного языка, и в формате линго-коучинга мы решаем поставленную задачу. Уже было, по-моему, несколько эфиров, да, уже около 10 эфиров есть на моем канале, поэтому можешь эти эфиры найти на моем канале YouTube. Если тебе хочется и хотелось бы решить какую-то трудность с языком, и прийти ко мне на прямой эфир, тогда найди любой прямой эфир на моем канале, и под видео есть ссылка. Регистрируйся, и я буду очень рад поработать именно с тобой на следующих эфирах и причинить тебе максимальную пользу, то есть помочь максимально в изучении иностранного языка, в данном случае английского. И, конечно, буду рад, если вы будете рекомендовать мой канал, мои занятия по четырем языкам. Всем-всем-всем, кого вы знаете, всем тем, кто, возможно, интересуется иностранными языками и путешествиями. Давайте вместе расширять наше сообщество полиглотов. А я с тобой прощаюсь до следующего занятия. See you soon. Bye-bye.